Всем привет! Давно я уже делаю обзоры комиксов, и странно, что разобрать такое я решил только сейчас. Да, сейчас я хочу разобрать самый лучший комикс про Супермена, Кларка Кента, Калелла, ну или же Супербоя. Если вы хотите начать знакомство с этим персонажем или просто почитать интересные комиксы с ним, то этот комикс просто обязателен. Перед разбором комикса я бы хотел сюда вставить фрагменты своего старого видео, чтобы вы выкупили всю предысторию. В общем, что у нас было? У нас был кризис на бесконечных землях, в ходе которого антимонитор перезапустил мультивселенную. Таким образом, он уничтожил бесконечную мультивселенную, в ходе которых 5 оставшихся вселенных рассоединились воедино, образовав новую землю. Вселенную Ноль, как бы, как ее потом стали называть. И это, кстати же, Земля Ноль переживала как минимум 3 перезапуска таких локальных. То есть был глобальный перезапуск, это кризис на бесконечных землях, в ходе которого весь верст перезапустился. И были также 3 оригина, допустим, вот у Супермена. А, ну как раз первый был после первого кризиса, второй был после нулевого часа и третий был после бесконечного кризиса. Так вот, после бесконечного кризиса у нас закрепился новый оригин, а именно Супермен Секрет Оригин, который долгое время, а может даже по сей день, являлся основным. До этого у нас были «Человек из стали» и «Браво по рождению». Их читаем уже по желанию. Стоит отметить, что первые два комикса очень напоминают тайны Смолвеля по атмосфере и некоторым деталям. В один из солнечных дней в Смолвеле юный Кларк играет в американскую пародию на футбол вместе со своими сверстниками. Но поймав мяч, они осознанно ломают руку своему другу. Это Пит Рос. В оригинале, ну то есть здесь, это белобритцы белый парень. Я сейчас ни на что не намекаю, просто подметил. За Питом приезжает скорая, а за Кларком его расстроенный отец. Уже в школе Пит говорит Кенту, что извиняться не стоит, потому что к нему подтянулись девчонки. Кстати, зацените, какой классный прикид у Кларка. Он роняет книги, ну и нам представляет второго друга Кларка, Лану Лэнг. Здесь это белая, вживолосая девушка, которая не бесит. Ни на что не намекаю. Но теперь Калал открывает в себе новую способность, а именно рентгеновское зрение. Это пугает Кларка, и Лану решает с ним поговорить. Она вспоминает момент из их детства, когда Кент спас свою подругу от комбайна, что неслабо так удивило обоих. Из этого мы узнаем, что Лану знает часть тайны Кларка, а также то, что эти двое довольно-таки близки. Рыжи отцелует Кента, но у того включаются инстинкты, пробуждая хит-вижн. Мне, кстати, такая концепция нравится больше, чем просто злость. Он устраивает легкий пожар, но систему потушила его довольно быстро. За нашим героем приезжает Джонатан Кент, и между ними происходит диалог. Уже дома между пацаном и его родителями происходит разговор, в ходе которого Джон и Марта решают, что время пришло. Вся семья идет в амбар. Джонатан открывает какой-то погреб, и там оказывается ракета. Они говорят ему, что эта ракета вместе с тобой приземлилась рядом с фермой. Пацан активирует на корабле послание от биологических родителей Джорелл и Лара. Они говорят ему, что «Сынок, ты не на Земле родился, твоя родная планета Криптон. Хочешь узнать ответы на твои вопросы? Воспользуйся кристаллами. Наша планета уже мертва, так что тебе следует жить среди людей, и помни, что ты не один из них». Но Кареллу это не очень нравится, и он начинает злиться. Ну, как мы видим, хит-вижн работает даже при гневе. Кларк убегает и спотыкается. Его догоняет отец и говорит ему «Братан, это ничего не меняет. Ты мой сын, неважно с какой ты планеты». Тут внимание переключается на главного антагониста Кента, Лекс Ютор. Убегает из дома отчокнутого папаши и находит зеленый камушек. Возвращаемся. Марта сделала сыну очки из криптонских материалов, чтобы хит-вижн поглощался в них. Женщина возвращается в амбар, где видит еще часть послания. Кларка очень тепло, встречают пацаны из школы. Лана же приглашает его на ярмарку, перед этим сказав, что тому стоит научиться врать. На ярмарке Кларк в первый раз встречает Лексер, где те по-пацански беседуют. Но Лютер достает криптонит, и криптонцу становится плохо, что не понравилось режиму. Начинается сильная гроза, буквально появляется торнадо, и туда затягивает Лану. Видимо, Джеффу Джонсону очень понравились тайны с Морвелли. Ну, не могу его за это винить, в принципе. Кларк бросился ее спасать, и какие-то секунды даже летает. Двое летят на аварийные посадки и приземляются в воде. Там Лана снова целует Кларка, и очки в этот раз выручили. Дома Кларк уже радостный, говорит родителям о произошедшем, и хочет теперь помогать людям. Мать говорит ему, что ему стоит сменить одежду, ведь обычные шмотки на нем постоянно рвутся. Она берет криптонскую ткань и сшивает Кларку костюм. И величайший момент! Встречайте! Супер Бой! На этом сюжет комикса подходит к концу. И в нем мы увидели то, чего не хватало в посткризисной вселенной. Супер Боя. Первым Супер Боем был юный Супер Мэн, еще аж золотого века. А после первого кризиса в новой вселенной Кларк начинает свои приключения уже как Супер Мэн. Так что как минимум за это стоит отдать должное комиксу. Очень душевная атмосфера и хорошая история. У нас впереди еще 5 выпусков, скорость их выхода будет зависеть от вашей активности. Ну а если вы прочитали все 6 и думаете, что же читать дальше, так вот на этот вопрос я уже ответил. Вам просто нужно перейти по ссылке в описании или по подсказке. Еще увидимся, пока!